все друзья всем привет мы сейчас короче в деревне вот тут делали кое-какие дела но мы короче самого утра деревню и вот и сейчас будем короче сейчас батя выпить за ваше здоровье в 9 часов пришел эвакуатор потом скажу сварка пока заварили пока все сделали вот уже время за вас и за ваше здоровье пейте только свою самогонку не пейте вы водку эту и вино винограда рассаживайте и пейте свое вино настоящее и свою самогоночку два раза только перегоняйте и снимайте голову в интернете вы найдете как правильно но зато выпиши все и за здоровье можно подписчиков будет а если не будет а что может пить водку эту плохую и здоровье еще подписчиков испортится но за ваше здоровье за ваши успехи и желаю достигнуть желаемого удачи это что водку магазин и забита этой паленкой ужас какой творится уже настоящий импортной не найдешь водку вот хочется вот ту водку найти но неважно какого какой страны но именно чтобы была она итальянская там или американская или не знаю неважно название без разницы но чтоб было оттуда она именно оттуда чтобы ее привезли тоже текилу оттуда с этих кактусов чтобы а то читаешь иностранными буквами все так красиво там ну чё типография работает за бумагу уже дешевле платить там американа там не не понятно что орлы какие-то нарисованы чисто зарубежные а как считаешь произведено в россии в московье или на кавказе или там еще где-то куда девался импорт не это тема сильно волнует я помню раньше когда я курил слава богу бросил семь лет уже не курю вот рядом было семь лет только недавно курил до сколько этой штук наверное шесть-семь выкурил только при мне с братом он меня довел до этого я помню были настоящие тогда возили когда перестройку было golden america не говорю там за мальбор и там сети который все знают это было golden america кай пачка красивая квадратная 25 штук но сигареты вообще изумительные были легкие куришь аромат но кто курил знает недорого не стоит все произведено подмосковье 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 шо табак растет привозят непонятно что и как все это и и выдают это мальборо это винстон это еще что-то подожди так это наверное иностранные агенты получается вот такие вот брат дела а хочется покушать и сыра настоящего молдавского или там сербского или грузинского того же вина хочется попить именно их не они порошки вот эти что подмосковье на кавказе больше нигде не вижу все это оттуда потому что вообще везде их делаю до пишут только вот это блин сейчас любую этикетку любой ярлык любую все что захочешь рекламу тебе типография с удовольствием сейчас распечатать целые вот такие бухты бумаги лишь бы платил деньги на любую тему это по 1 а что ты пойдешь сегодня замок или сегодня уже не пойдешь не пойду на работе сейчас на смене и плачет и этой своей пропадали все это пропадает чуть головой подумай все будет хорошо ну а как 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 вот как она работает как у график работа не хочется поэтому говорит каждый как каждый день до слова такие нехорошие ну чтобы матом раз по моему матом вообще не получается такой жизни не разговаривать 5 встает в 11 приходит это сколько числа там получается много и за это не полторы обманули и обманули до еще рублей о блин она теперь уже плачет говорит хоть бы до нового года ну хоть что такое что-то на новый год там подбить это россия детка так нифига себе это в 5 она встают а часов 6 она открывает уже киоск да да пока умоется все-таки она женщина есть больше процедура на я работаю не работа сам знаешь классная много я в месяц работаю всем до ней двадцатку мне платили но я думаю что дальше будет также не все весом дней отработал я считаю что две трети месяца дома я сколько делов дело даже сегодня сколько мы делов переделали но а если просто воды три дня с пипузом кверху разве что не хватит в но если ленивый а так вот я такое огорода большое все сделал как положено но единственное плохо и грядки красивые все так не травинки чисто красиво как осень приходит трактор прошелся ничего не видно чернозем один из паханное поле и этого труда вообще не видно я бедному с колхозником сельским работникам так сочувствую вот этот их не весь труд поту поте лица как говорят осенью трактора прошел и не видно строитель какой-то там избушку поставил она будет и 20 лет стоять видно что он работал а колхозника работа не видно вот так грустно я считаю что вот рабочим колхозником надо платить самые большие деньги или во всяком случае наравне а это все так придумано непонятно даже я вроде бы толковый человек и сама гонку свою гоню и вино делаю свое ты умный человек еду я не понимаешь ты же как это хозяин господарь это не понимаю какие-то ранги какие-то эти вот все дайте свободу каждый знает что ему надо делать и будет работать все 24 часа а так все вот это опять воспитывается вот это те хитрые сачкуют интриги строят выдавливают таких или за счет этих те работает они все опять опять все как был не хорошо это подписчики скажут что у тебя батя пьяница не скажут они тебя наоборот любят ну ты им объяснишь я не пью а именно вот когда мы снимаем ролики да так же ты не пьешь это вот когда ролик снимаешь и мы работаем немножко порисоваться что жена так неинтересно конечно многообразно надо чтобы все было красиво даже те же 100 грамм когда выпиваешь он тоже было приятно вот ты меня снимаешь на камеру я мне приятно что там много людей смотрят и это самогоночка мне с удовольствием идет за милую душу я радость испытываю хочу там где-то в гараже или там еще где-то ну и в гаражах конечно тоже если там хорошие друзья тоже можно в гаражах выпивать это неплохо и знаю как раньше в те наши времена у всех в гараже загажники были но я имею ввиду насчет финансов что когда вот выпиваем не хватает денег раз залез там где он там прячет деньги в гараже но дома жены отбирают сейчас может молодежи не так живет а раньше все жены отбирали как закон был какой-то я считаю что это неправильно ну конечно я считаю что правильно это деньги вот какое-то место лежат они и муж туда берет когда ему надо на что надо жена берет когда надо на что надо на те же покупки на те же продукты на ту же одежду пирожок купить конечно а так что она забирает деньги вот как у моего брательника и все а он потом на сигареты вальдай на сигареты кучу матов кучу криков пришел это за жизнь печально несерьезно как свадьба в манину ну давай еще раз за подписчиков кстати это надо перевести вот это последнее марача закончилась вот это последнее думаю что холодно она может замерзнуть нет ты что ты даже в морозилку и положено не замерзнет а вдруг ей скучно будет это что не самогон не водка не замерзают при минусовой температуре всем здоровье здоровье это самое главное тем более в это время когда такие вещи бушу и не буду даже по имени на завод за здоровье хорошо пошла это у меня настои на орехи у меня друг был профессор виктор константинович царство ему небесное умер профессор тимирязевской академии по его книгам учатся студенты все и ну и сельское хозяйство работает вот мы с ним когда выпивали мы с ним дружили вот просто подружились и все хотя я не в москве родился а он коренной москвич вот мы разговариваем но уже возраст ну возраст есть возраст все такие будут и все будем там даже слезы это и он хочет мне что-то сказал он собрался мне говорит и забыл ему тоже немножко стыдно он был человек такие редко было он же был секретарем партийной организации тимирязи кище тогда при коммунистах с ним брежнев за руку здоровался да вот хочу чтобы страна знала таких людей и мог с простым человеком посидеть поговорить и те же 100 грамм и вот такой человек был ну ясно ну ладно друзья будем заканчивать видео спасибо вам за просмотр счастья вам здоровья удачи и всего самого наилучшего но и ты папа ваши ручкой все пока